всем привет сегодня у нас на гонка гонщик взяли с собой двух молодых это мой вон полтора года выжлак и тропка полтора года 1 пометница и папу взяли задора выжлаку три с половиной года будем наганивать попутно расскажу что это за процесс для чего он нужен как это все дело оформить чтобы собак подготовить к охотничьему сезону в сегодняшнем видеоролике вот вкратце о том зачем на гонка что это вообще такое для молодых собак на гонка это начало их трудовой жизни можно сказать охотник имея гончую собаку где-то возраст лучше и чтобы около года можно чуть побольше приходит в угодья и начинает с собакой в угодьях ходить смысл заключается в следующем охотник собакой должен наткнуться на зайца лучше чтобы наткнулась собака прям и попыталась его прогнать отдать при этом голос это называется отголоситься собака должна потом уже когда собака отголосилась можно начинать ее наганивать сильнее сильнее чтоб она плавно набирала физическую форму свою набирала мастерство начала соображать для чего она в этой жизни предназначена начала искать сама зайцев и тем самым процесс этот развивается и собака превращается в настоящую рабочую гончую важно здесь учитывать то что сильно молодых собак русских гончих русских пегих гончих так как это собаки крупный достаточно по своим габаритам сильно молодом возрасте лучше их не наганивать потому что собака еще не сформировалась можно посадить на ноги и если она сильно начнет гонять допустим до годовалом возрасте и тем самым собаку испортить она будет гонять в итоге но будет потом во взрослой жизни прогонит допустим минут двадцать тридцать сорок и начнет просто пешком гонять в силу того что ноги будут посажены у собаки поэтому и здесь нужно внимание уделить этому вопросу искать зайца конечно нужно там где он присутствует нужно заранее понимать куда ты едешь в какой участок есть ли там зайца вообще или нет нужно конечно же выбирать места где их наибольшая концентрация заяц любит всякие мелколесье подлесок болота чтобы были околки рядом какие-то большой лес лес в основном любит смешанный по нашим наблюдениям тальник вот всякие такие вещи пустые непролазные чем сложнее вот эти условия природные тем зайцу комфортнее недаром есть мультик только не бросайте меня в терновый куст вот это заячьи места куда ты просто так не полезешь в жизни там тебе нечего делать вот там будет заяц поэтому ищите такие именно условия угодья чтобы непролазный коряжник минимум людей чтоб там было репчатников всяких грибников чтобы чем их там меньше тем лучше тем больше шансов что собака будет спокойно работать ничто и не будет отвлекать никто ее не украдет или не стрельнет по ней ну в общем разные ситуации у всех условия разные но старайтесь в такие места где нету людей по погоде нужно тоже ориентироваться немного для нагонки для работы в принципе собак идеальные условия это влажность чтобы лист был слегка сыроват но не сильно мокро чтобы было чтоб след не тек как говорят гончатники вот влажный воздух который прям сырость стоит вот в воздухе бывает пасмурная теплая погода безветренная вот это идеальные условия для работы собак все остальное это плюс-минус уже начинаются разные проблемы то гон мараватый то есть кусками гонит где-то чует где-то плохо то бывает вообще когда особенно суш стоит несколько недель когда лист прям хрустит под ногами заяц буквально 100 метров слежки собаки поднимают погнали все с голосом он от них оторвался и они его там через 10 минут перестают просто чуить вот такие условия это уже такие можно сказать критические но в которых тоже собак на 1 гонить чтобы они набирались мастерства тренировались пытались работали вот для этого существует нагонка иными словами это подготовка собак охотничьему сезону а молодняк к взрослой жизни при нагонке будет полезным вот такой вот прибор gps навигатор gps ошейником можно отслеживать местоположение собак понимать где они что они делают и в случае если собаки ушли куда-то далеко за зайцем можем понимать в каком направлении где их ждать как перехватывать работа работа еще такой момент что собак лучше наганивать по черной тропе чтобы собаки учились работать чутьем включали чутье если наганивать собак по белой тропе когда лежит снег то они могут хитрить все-таки зрение используют смотреть там скидки находить по зрячим угнать не включая нос по следу поэтому лучше наганивать именно в осеннюю пору до снега чтобы собака уже поняла для чего она нужна как ей работать тогда зимой уже проблем возникнет меньше гораздо в работе собаки а а а еще немаловажный момент когда молодые гонщики находят зайца начинают его гнать как правило они гонят до первого скола потом и за счет того что боятся не найти хозяина своего как правило возвращаются обратно по своему следу поэтому охотник с молодыми гончими должен иметь это в виду и когда собака погнала зайца нужно стараться поспешать за ней для того что когда она сколится чтобы с ней на сколе поработать там ее пободрить с чтоб она пыталась раскрутить след найти зайца после того как собака это сделает опять подымает погнала охотник опять за ней и таким образом чтобы собака чувствовала что охотник всегда рядом и никуда она не потеряется тогда они начинают работать более уверенно а а а а выгнали ребята зайца мы тут сами а а сейчас будем собаку на след набрасывать вата 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 гон гон походу на задор не похож вот молодые гончие работа начали гон с робкой задор к ним подвале скоро ну хорошо пускай молоднярка набирается опыта ну как а где ему лежать не в мелко че же на голову в траве а а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Кружочек маленький, 100 метров, опять крутился уже Володя, сейчас не будет вокруг кустов крутиться Будет западать постоянно От трех собак шибко не западешь Смотрим Смотрим Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Нашли молодого зайца, кружочки маленькие у него, вокруг нас тут наяривают, но снять не могу его, потому что мелкач такой, трава высокая. Вон собака вокруг нас прям происходит, кругами. Продолжение следует... Дальше 400 метров не уходит, так что с петелью к метру. Продолжение следует... В этом случае не уходит. Разными петельками шпарит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рядом через след... Рядом через след... Видишь что творит? Ты молодой? Запутывает следы. Ну, собаки с него не слазят. Рядышком идут за ним, да? Ну, я помню, где скол... Запал в болоте вон там, в углу болота. Под ней вот... Три собаки это... И одна. Ну, пока вот мы сколим... 250 метров от нас. Иллюцкая, все хорошо. Ай, молодцы. Ай, молодцы, хватит. Сейчас еще папку... Сотловим вашего. Что-то вы уже офигели, блин, без ног, без ничего. Квотная нога... Всё, хватит. Молодцы... Работнички. Подержи его. Ну ничего, так погоняли. Сейчас только разошлись, что-то идти в эту сторону, а Задор туда, там где-то добрал его и круг прогнал. Сюда кто с голосом шел? Задор? Он один, они вдвоем вон там лазили в углу, потом что-то там вон вковолся, они вякнули раз-два, пришли к нему, они слышат, видят ветер, они не слышат ни хрена. Задор, стоять, стоять, молодец, хорошо, хорошо, молодец, умница. Хорош, устал, устал, батька. Загнали тебя молодежь сегодня. Ну вот так происходит нагонка, два часа примерно собаки погоняли, сильно не лютуем, сняли с гона и едем домой. И так примерно месяц перед охотничьим сезоном гоняем, через день, каждый день по погоде смотрим, чтобы более-менее прохладно было и ездим. Кому понравился сегодняшний видеоролик, ставьте палец вверх под видео, задавайте вопросы в комментариях. То, что сам не знаю, буду спрашивать у специалистов, общаюсь с экспертами. Отец у меня 30 лет держит гонщик. Подписывайтесь на наш канал и до встречи на охотах. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok